По вашему мнению, молодежь наша нынешняя, она какая? Ну, разные, разные. Есть и плохие, есть и хорошие. Ну, если в целом? Ну, а в целом-то, в общем-то, ничего, хорошее. Наверное, более раскрепощенно, чем мы были когда-то. Замечательная молодежь. Молодежь всегда впереди планеты всей, какое бы поколение ни было, сохраняется только одна проблема, извечная, проблема отцов и детей. И не всегда старшее поколение понимает молодое. Но я считаю, что все-таки молодежь в кризисной ситуации, она и объединится, и проявит свои наилучшие качества, и ум, и смекалку, и способность, все, что свойственно российским, может быть, даже советским было молодым людям. Всякая молодежь есть. Есть хорошая, есть плохая. Если подводить итог, вообще какая она у нас? Хорошая. Говорят, молодежь будущей стороны. Согласны с этим? А почему? А кто жить-то будет? Мы уйдем, будет молодежь. Поэтому, да, наше будущее. Будущее? Ну, может быть, и будущее, да. А почему? А потому что умнее, вот, и быстрее соображают, чем мы. Они сильнее, они более прогрессивные, продвинутые во всех отношениях, и в научном плане, и в быту им приспособиться к новым условиям легче, чем, ну, уже консервативным людям. А консервация, она свойственно с возрастом появляется. Поэтому я за вас, за молодых. Ну, конечно, будущее страны. А на кого надеяться возрастным людям, как не на молодежь? Кто? Защита, опора. Только молодежь. И что бы вот вы им на камеру пожелали в преддверии их праздника, так сказать, молодежи? Ну, добрее быть. Добрее. Ну, еще честнее. Быть нашим будущим. Мирного неба над головой. Самое главное, чтобы не было войны. А все остальное – это мелочи жизни. У меня сын тоже относится к молодежи, так скажем. Я желаю, чтобы были адаптированы к нашей жизни, чтобы не избегали проблем, чтобы уважали старшие поколения, чтобы помнили все даты, которыми мы гордимся. И чтобы были защитники опоры своих родителей. Продолжение следует...